С чем у вас ассоциируется Северный речной вокзал Москвы? С красивым зданием со шпилем? С красивыми видами? С огромным количеством речных, прогулочных и круизных кораблей? Может быть с красивым парком, который благоустроили в прошлом году? Но скоро у вас эти ассоциации изменятся. Здесь рядом появится новый аналог Москвы-Сити. Пока он еще не имеет какого-то конкретного названия, но скоро здесь рядом появится огромное количество небоскребов. Меня зовут Дмитрий Логачев, всем привет, сегодня мы с вами поднимем этот вопрос, и я покажу вам тот проект, который сейчас вроде бы как является окончательным. Но сразу оговорюсь, уже несколько подобных проектов ранее тоже были окончательными, так что все может измениться. Этот ракурс я выбрал неспроста. Сейчас вы видите перед собой аллею, я подхожу к зданию Северного речного вокзала с юга. Вы видите его шпиль со звездой, которая светится и видна даже на моей камере. А теперь представьте за ней на приличном расстоянии башню Москвы-Сити, высотой примерно 350 метров. И возможно еще пару-тройку небоскребов, которые будут видны именно с этого ракурса. Остальные домики поменьше. Если есть возможность спуститься практически к самой воде, вы можете представить ряд небоскребов разной высоты, 30, 40, 50 и 90 этажей за этим зданием. Конечно же, они будут не рядом, но вы их в любом случае увидите, потому что вдалеке я сейчас даже покажу вам пальцем. Надеюсь, что вы это увидите. Вот обратите внимание сюда. Виден жилой комплекс Акватория. Он же виден с моста Ленинградского шоссе, когда Ленинградское шоссе пересекает канал имени Москвы. И там же в окрестностях есть несколько высоких зданий, которые вроде бы как должны показаться небоскребами относительно всего остального. Но нет, жилой комплекс Акватория получится одним из самых низких строений современности вдоль Ленинградского шоссе, вдоль Химкинского водохранилища. Вы можете представить, как это будет выглядеть со стороны парка Северная Тушина. Все грузовые экраны, которые вы сейчас видите, будут убраны. Все горы песка тоже. И на их месте будут небоскребы. А самый большой из них должен занимать практически весь кадр. Вообще, в истории было очень много проектов застройки Северного речного порта. И даже хотели застроить часть территории Северного речного вокзала, но, слава богу, вовремя одумались, восстановили здание. Из того состояния, в котором оно было, и привели всю территорию вокруг в порядок. Застройка Северного речного порта планировалась давным-давно. И это абсолютно неудивительно. Здесь действительно большая, красивая водная гладь. С противоположной стороны есть еще один парк, и нету каких-то огромных зданий. Здесь есть место для того, чтобы построить огромное количество небоскребов, только проекты были абсолютно разные и порой типовые. Иногда казалось, что проектировщики просто нажимали Ctrl-C, Ctrl-V. А теперь перейдем к современным рендерам того проекта, который вроде бы кажется окончательным. Почему вроде бы? Потому что предыдущие проекты тоже официально объявлялись как окончательные варианты застройки, и все равно менялись. Так что это тоже может поменяться. Будьте готовы к тому, что сейчас то, что вы увидите, будет иногда не соотноситься даже друг с другом. Например, вместе с рендерами какое-то время назад были показаны эскизы некоторых небоскребов. И некоторые варианты тоже не всегда сходятся с рендерами. А еще были показаны фотографии какого-то макета. Честно скажу, я даже не понимаю, где он был показан, но все равно это третий вариант примерно на одну и ту же тему. Плюс-минус, какие-то дома могут стать немного выше, какие-то немного ниже. Но чтобы полностью разобраться в том, что сейчас предлагается, я вам предлагаю посмотреть на схему. И эту схему я вам сейчас полностью расшифрую. На видеороликах рассматривать что-то подобное не всегда удобно, поэтому немножечко порисуем для наглядности. Красным обозначена башня 96 этажей, главная доминанта района. Синим 4 бафни по 54 этажа и одна 57 этажей, самая северная. Коричневым обозначена одна единственная бафня на 40 этажей. Черным обозначены северная бафня на 33 этажа и южная на 39 этажей. А фиолетовыми крестиками я отметил обычные постройки по 13, 20, 21 этаж. Это в общем-то мелочи по сравнению со всем остальным. Зато их много. Это историческое здание будет сохранено. Сразу за ним начнется территория большой стройки. То, где вы видите краны, станет продолжением набережной. Обещают, что вся набережная будет открыта для всех и станет продолжением всей этой большой прогулочной зоны северного речного вокзала. А вывозиться все это будет, скорее всего, по новой улице и по развязке Ленинградского шоссе с Беломорской улицей к станции метро Беломорская. И, скорее всего, сюда подойдет какой-нибудь один из тех маршрутов, которые там уже проходят. Вполне возможно, это будет удобно в том числе некоторым путешественникам, которые отправляются или прибывают в Москву речными круизными кораблями. Вполне возможно, что они будут просто проходить до здания северного речного порта и там садиться на разворотном кольце на автобус, который доведет их до ближайшей станции метро. Но если им это будет удобно, то всем остальным не факт. Для меня очень странно видеть подобные решения с альтернативными Москва-ситями в разных местах города. Такое предполагалось и на территории Южного порта, где застройка так и не началась. Такое предполагается здесь. А еще по Москве есть сразу несколько мест, где строится огромное количество небоскребов. Например, на Дмитровской, к тем двум домам, которые уже построены, и третьему немного пониже. Будет пристроено еще несколько высотных зданий. Зачем? Непонятно. Зачем небоскребы на Мосфильмовской, на ВДНХ? Это очень большие вопросы. И на эти вопросы вы можете ответить в комментариях. Я буду очень рад обсудить это с вами. А также не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. До новых встреч. Пока.